Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал, меня зовут Михаил Непомнящий и сегодня я хочу поделиться небольшим лайфхаком, как размещать свои проекты на сайте Vercel Это бесплатный хостинг, ну по части там есть возможность это делать бесплатно можно конечно и на платном аккаунте, но свои демо-проекты здесь размещать очень удобно и в отличие от GitHub Pages, здесь каждый сайт будет на верхнем домене расположен что тоже дает определенные преимущества здесь для того, чтобы работать достаточно иметь просто GitHub аккаунт соответственно можно логиниться с GitHub аккаунтом, либо прочими инструментами даже и с email тоже можно это сделать и подключить свое приложение для того, чтобы оно было отрисовано на самом деле очень и очень просто давайте посмотрим у меня установлена базовая история с Create React App можем ее запустить и убедиться, что она нам покажет обычный стартер React App при этом у меня он уже выгружен на GitHub репозиторий, он здесь просто находится в неизмененном никаком варианте я хочу допустим его опубликовать что я делаю? Я иду на Vercel, говорю создай мне новый проект и первое что он меня спрашивает это есть ли у меня соответствующий репозиторий у меня пока что еще не добавлен здесь GitHub аккаунт я специально для цели видео создал себе новый аккаунт на Vercel и я говорю добавь мне сюда аккаунт со всеми моими репозиториями а потом я уже выберу что мне оттуда нужно он устанавливает привязанный для него GitHub аккаунт говорит что вот у тебя есть такие репозитории с какого ты хочешь что-либо опубликовать я говорю вот с этого нового, который я создал я говорю окей, импортируй мне его дальше он в принципе сам уже определил что я использую там сборку Create React App здесь есть и другие предустановки опять же можно и в ручную созданный проект тоже сюда расположить он спрашивает где у меня root директория и есть ли какие-то специфические нюансы по настройке то есть если вдруг у меня не npm run для сборки, а что-то другое я могу здесь руками указать, переписав все эти значения но в базовом варианте опять же нам здесь даже настраивать ничего не нужно если нам требуется переменное окружение прямо сюда мы их можем записать это то что мы храним в обычных файлях .env опять же никаких проблем, добавляем переменное окружение и нажимаем на кнопочку Deploy Deploy после этого конечно какое-то время тратится на то чтобы скопировать проект с GitHub сбилдить его и уже опубликовать полученные файлы но самое прикольное будет заключаться в дальнейшем когда мы захотим внести какие-либо изменения ну давайте сначала дождемся первичной публикации сборка сделана, домен мне назначен и я уже могу посмотреть свой сайт онлайн он говорит вот тебе дашборд, на дашборде есть информация о том вообще как это все происходило и вот тебе несколько даже сразу ссылок на рабочий проект в принципе при желании здесь можно и свой собственный домен добавить мой сайт mission.app.com постится на версии абсолютно бесплатно я ничто за это не плачу и вот он сайте если вдруг я что-то захочу изменить пойдем в редактор кода и что-нибудь радикально надворим я иду в App.js и допустим оставляю только логотип все остальное я хочу взять и убрать в данном случае я даже могу локально это не проверять я так понимаю что будет происходить мне важно все это дело закоммитить у меня используются шорткаты для коммитов не обращайте внимания важно что я делаю коммит а после этого я делаю просто пуш здесь важно что это будет на мастер ветке безусловно понятное дело если я работаю не с мастер веткой то изменение не вступит в силу но я сделал пуш в мастер ветку со своими изменениями если я вернусь на версель то я даже без обновления этой странички увижу что версель эти изменения зафиксировал и зафиксировав какие-либо изменения в моем проекте он автоматически запускает новый билдинг и если причем если какие-то проблемы и билд не собирается он его не будет собирать не будет его публиковать на почту пришлет уведомление что ваш билд сломан нужно что-то поправить при этом сайт останется в рабочем состоянии он же меня благополучно сбилдил говорит что новая версия уже опубликована идем по ссылке которую нам предлагал обновляем и видим что действительно у нас остался только логотип все остальные части create react по базовые я просто-напросто стер и они онлайн тоже обновились собственно на этом все мы просто делаем какой-либо проект привязываем свой гитхаб репозиторий со своим же аккаунтом на верселе и когда нам нужно создать новые новую сущность мы связываем эту сущность со своим конкретным гитхаб репозиторий все остальное версия делает за нас он каждый раз обнаруживает что у нас обновилась мастер ветка значит за нас нужно сделать публикацию если вдруг билд сломан он его не опубликует если все окей он сделает новый билд и его опубликует по нашей ссылке пришлет нам уведомление можно даже ничего не проверять очень круто очень быстро и очень просто на этом все спасибо за участие напомню меня зовут Михаил непомнящий до встречи в следующих видео всем пока